Говорят, тише, 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 должно быть тихо. То есть вы хвалитесь. У нее хорошо получилось, живете так, как вы жили. И когда он еще к вам пойдет с такой уходой на ручки? Ну это невероятно. Это самое лучшее. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок был здоров. Но, по крайней мере, других я не встречала. Здесь мы обсуждаем вопросы, касаемые наших детей. И сразу актуальная тема – новорожденные дети и уход за ними. И у нас в гостях врач-педиатр Елена Михайловна Калоярцева. Здравствуйте. Здравствуйте. Также вы мама и молодая бабушка. У нас сегодня очень трепетная тема – новорожденные дети. И ответьте мне на вопрос, который мучает меня и сидит в моей голове очень-очень много лет. Почему новорожденные так вкусно пахнут? Этот аромат не купишь ни за какие деньги в мире. А его невозможно описать. Есть вообще какое-то объяснение этому невероятному запаху, который любят все мамы и который просто обнюхивает своих детей? Ну, если вот отвечать сухо, так вообще, да, то, что чем пахнут детки, то это запах материнства. То есть у ребятенок, когда находится внутриутробно, 22-й неделе на нем образуется родовая смазка. Такая она похожая на воск. И она помогает ребенку проходить родовые пути, защищает его внутриутробно. Вот этот вот запах держится где-то примерно до полутора месяцев. Потом постепенно ребенок купается, обрабатывается каким-то детским парфюмом, примешивается в запах маминого молока. И вот с полутора месяцев этот запах чуть-чуть меняется. И самое интересное, что вот если мама в стрессе или как-то, вот если она понюхает своего ребенка, этот стресс пропадет. Да, если она очень сильно волнуется, понюхайте своего человечка, как он пахнет. Это запах счастья. Ну и каждая мама обладает еще и своим запахом для своего ребенка. И ты, когда лежишь в роддоме, как я сейчас помню, мы лежали пять девчонок в палате, и начинается ночь, и все дети начинают плакать уром. И ты спишь, и ты прям четко понимаешь в голове, так, это не мой плачет, это тоже не мой, так, это мой, и пора вставать. То есть материнский инстинкт уже заложен с первых дней. Ну это, конечно, это материнский инстинкт, это природа, это выживаемость. Мама, она, наверное, сразу становится мамой, как только понимает, что в ней зародилась новая жизнь. Ребенок узнает свою маму очень хорошо. Если ребенок, когда рождается, он может плохо видеть, достаточно хорошо слышит, но запахи он ощущает. Но резкие запахи и мамин запах он обязательно ощутит. И работает ли как метод, если мама убегает на какое-то количество времени, положить свою сорочку, халат, и ребенок действительно слышит этот запах? Конечно, он слышит. Мы даже мамам говорим. Вот вы сегодня там отлучаетесь от ребенка, возьмите свою сорочку. Пожалуйста, только непостиранную возьмите, снимите ее с себя и положите рядышком с ребятенком. Это будет вообще прекрасно. Дайте советы нашим папам. Чем они могут помочь маме в первую неделю? В самую первую неделю, я так думаю, что папочки, дорогие, успокойте своих мамочек, любите их больше. Дайте, пожалуйста, им выспаться. Вот. Главное создавать хороший микроклимат в доме, чтобы было все спокойно. Вот мама приходит с новорожденным ребенком, и почему-то все, очень часто это бывает бабули, говорят, тише, 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 тише. Должно быть тихо, на цыпочках. Не надо этого делать, понимаете? Ребенок очень быстро адаптируется ко всему. Да, нужно разговаривать в пол голоса, средний тон. То есть обыкновенная разговорная речь. То есть телевизор, фен, если второй ребенок... Да, да, конечно. Если у вас ребенок будет расти в каких-то таких вот, ну, прям совсем в тепличных, в тихих условиях, то ребенку будет и вам очень трудно. Зашумела дрель у соседей, ваш ребенок проснулся, вы расстроены, вы еще больше расстроились... Бежите к этому соседу и долбите. Потому что он плачет. Вы расстроились, у вас стало мало молока, вы расстроились еще больше. Понимаете, это когда вот кошка бегает за своим хвостом. Ну, вот где-то она его должна отпустить. Поэтому, пожалуйста, то есть живите так, как вы жили. Но только у вас появился еще один член семьи. Как только родился новорожденный, ему не подчиняются ни руки, ни ноги, ни вообще свое тело. И природа надарила его голосом. Чем он может привлечь родительское внимание? Это только голос. И можно ли избаловать новорожденного своей лаской, своим присутствием? Потому что я слышала фразы о том, что мама говорит, пусть полежит, поорет, легкие будут крепче. Или ничего-ничего, не буду приучать его к ручкам. Нужно ли бежать к новорожденному, к своему собственному ребенку, по первому его зову? Конечно, пока, значит, первое время, вы не знаете, почему он плачет. Конечно, вы должны к нему прибежать. Потом вы уже подумаете, нужно бежать или нет. Ребенок выражает сначала все своим криком. Крик, что у него болит, он мокрый, он хочет есть. И вот когда мама слышит, особенно в первое время плач ребенка, она должна к нему подходить и уже методом исключения смотреть, что же случилось с человечком, почему он заплакал. Вот он плачет, какого у него цвета, как он морщит свои губки, бровки, какой у него плач, какой-то острый, пронзительный, это может говорить о боли, раздраженный, что-то ему не понравилось, значит, нужно посмотреть обязательно. Может, он туго запеленован, может быть, он мокрый, у него требовательный голос. Где-то вот, когда вы его берете на ручки, а у него выраженный поисковый рефлекс, он прям чуть ли не укусить вас хочет. Он хочет кушать. А знаете, насчет того, что избаловать, я мама, я бабушка, и вы знаете, мне кажется, ну чуть-чуть побаловать их все-таки можно. Да, он маленький, кроха. И когда он еще к вам пойдет с такой уходой на ручки? И мы переходим к теме игрушек. Я узнала, прочитав литературу, что новорожденные видят до двух месяцев все в черно-белом цвете. Но таких игрушек в природе нет. То есть стоит ли закупать огромное количество игрушек для новорожденного, в какой период уже можно внедрять первые игрушки и какими они должны быть. Начало зрения у детей новорожденных, оно недостаточно развито. Они реагируют только на яркий свет, темнота. По цветовой гамме первый цвет, красный цвет, это в районе двух месяцев жизни. Ого! Да, с трех месяцев дети различают цвет желтый, и уже в 4-5 месяцев у детей появляется различие к синему и зеленому цвету. Но чтобы развить именно зрительные анализаторы, мы можем ближе к месяцу над головкой ребенка вешать игрушки яркого. Если начинать, то с красного цвета. Игрушка должна быть относительно объемной, 6-10 сантиметров. Это где-то 6-10 сантиметров. А, извините. Да, немножечко. Нет. Да. И то есть она на высоте где-то 60-70 сантиметров. То есть мы его так плавненько водим. Высоко. Высоко над ним, да. Не нужно над ним трясти игрушкой ни в коем случае. А вы все-таки за мобили, которые висят вот прям перед глазами, но на каком-то расстоянии. Не так сильно я их люблю. Это мое личное мнение, да. Потому что ребенок еще не может вместе сопоставить зрительное и слуховое. Я знаю многих мам, которые записывают заранее, настолько готовятся к новорожденному. Они записывают своим голосом сказки и включают своим детям. Ну, это невероятно. Это самое лучшее. Потому что они чувствуют и по запаху, и по голосу, по тембру, наверное, скорее всего. Они это слушают, прислушиваются, успокаивают. То есть уже в утробе он знает твой голос, он все прям слышит. Конечно. Ну, и у каждого ребенка, несмотря на пол, девочка это или мальчик, все проходят период коликов. И этот период у каждого длится по-разному. Месяц, два, три, у кого-то даже и больше. Как ему помочь в этот период? Это газовые трубочки, медикаменты, либо народные способы. Дайте нашим мамам совет. Это, конечно, огромный стресс для наших мам. Самое страшное, чего они всех больше боятся. В первую очередь надо успокоиться сначала самой. Берете ребенка на руки. Если у него вздутый животик, можно попробовать сначала справиться с массажем. Массаж делается с животика, по часовой стрелочке, не нажимая, прям такими очень аккуратненькими, плавными, чуть-чуть, может, даже щекотящими движениями. Можно сделать массажик с боковой поверхности животика и к паху проводить такие вот движения, вот такие вот, да, тоже небольшие. Не помогает. Что делать? Выкладываем ребенка на живот. Так. Смотрим, как ребенок себя ведет. Появились ли у него отхождения газиков или не появилось. Если не помогают методы массажа, можно попробовать газоотводную трубочку. Они безопасные газоотводные трубочки, да. Если мама этого боится, это могут быть глицериновые свечи детские, которые идут с рождения. Мама сможет ее поставить. Если это, конечно, не помогает, то, как говорится, находим большую таблетку. Мы прибегаем к лекарственным препаратам. Это в основном препараты семитикона и препараты фенхеля. Они обязательно должны быть у мамы в аптечке. И соблюдаем именно инструкцию препарата. Как он дается, как он разводится. Если препарат в капельках, ни в коем случае не надо закапывать эти капельки из пузыречка ребенку в рот. Сначала в ложечку или в бутылочку, но только с небольшим количеством воды или вдруг молока. Мне, конечно, больше нравится, когда мама разбавляет это с водой. Потому что если ребенку не понравится вкус лекарства, он потом может обидеться и на молоко. А работают ли здесь народные средства? Потому что мама мне говорила, приложи его к своему животу, и он почувствует, что он в утробе, и ему станет легче. Это миф или правда? Тепло нашего тела, тепло оно успокаивает. Давайте даже начнем с того, что пахнет мамой. Раз. Тепло. Тепло оно снимает спазм. Конечно, это не миф. Можно использовать тепло своей руки. Но ни в коем случае не горячие грелки. Мы переходим к теме пеленания. Некоторые мамы пеленают своего ребенка до месяца. Я слышала, даже одна мама, вот мы с ней провели диалог, она говорит, мои девочки красивые, у них ноги стройные, из-за того, что я пеленала их до шести месяцев. Миф это или правда, что чем дольше ты пеленаешь ребенка, тем он будет красивее и стройнее? Нет, конечно, это миф. Ребенок будет похож на маму и на папу. Ой, сколько ты его не пеленай. Конечно, сколько ты его не пеленай. Если природой заложены кривые ноги, к сожалению. Обидно, но факт. И поэтому пеленание, это выбирает мама, это выбирает ребенок. Потому что ребенок может быть по настроению, по характеру, который с рождения не захочет пеленаться просто. И ему будет это некомфортно. Тем более, когда мама пеленает очень туго. Ребенок дышит, он не сможет подвигаться. Он захочет он двинуть ручкой. Не получится. Он опять же будет плакать. Поэтому пеленание или свободная одежда мамы, конечно, выбирают сами. Единственное, что вот мне кажется, чтобы вам было легче потом, на будущее, что на ночное, ночной сон, можно пеленать ребенка. Как раз вы искупали ребенка, покормили, запеленали, покормили и уложили спать. И он у вас будет знать, что его. Это процедура, последовательность. И пора спать. Вот сколько у вас уйдет, возможно, проблем. Понять, нравится это ему или нет, только по поведению ребенка. Крик и какие-то движения. Крик и дискомфорт. Больше, наверное, количество детей предпочитают пеленание. Да, это комфорт. Как в коконе. Как в коконе, да. Это какая-то защита такая для ребенка. Вот, понимаете, у них есть такой рефлекс, который правильный рефлекс. Рефлекс моро. На какой-то звук, на громкий. Ребенок сдрагивает. И если он во сне будет так сдрагивать, он, возможно, будет будить себя. Поэтому, конечно, в первый месяц жизни можно пеленать детей. И даже, наверное, будет мамам спокойней. Но смотря какой у вас малыш. То есть вы не можете дать совет, сколько пеленать? Месяц, два, полгода или два дня? Двигательная активность ребенка повышается. После первого месяца жизни ребенок уже больше, может быть, какое-то время проводит на животике, поднимает головушку. Если вы его будете пеленать постоянно, то он не выработает хороший такой рефлекс. Вообще пеленание вы можете пеленать до трех месяцев. Если у вас ребенок возбудим и не может спать без пеленания. Таких каких-то противопоказаний именно нет. Но все-таки после трех месяцев, я считаю, должна быть свободная одежда. Елена Михайловна, у нас есть видео, где мама пеленает своего шестидневного ребенка. Посмотрите, пожалуйста, видео. Добрый день, меня зовут Татьяна. Неделю назад в нашей семье появился долгожданный малыш. Я учусь пеленать. Посмотрите, пожалуйста, как я это делаю. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое за внимание. Елена Михайловна, как вы можете прокомментировать данное видео? Все ли было исполнено верно? Знаете, здесь мама очень даже молодец. То есть вы хвалитесь. У нее хорошо получилось, да. Это пеленание подходит для нахождения ребенка дома. Если мама соберется на прогулку, то желательно заворачивает ребенка с головой. Хочу маме там немножечко подсказать то, что ребенок у нас там шести-семидневный, еще маленький, и его физиологическая поза, она называется поза флексия, когда ребенок должен быть вот так, вот такой, как спрятанный, как внутриутробно. И маме можно не разгибать сильно ручки при пеленании. А когда она пеленает, одну ручку так закрыли, вторую ручку тоже так сложили. А так мама молодец. И у нас есть рубрика вопросы от наших телезрителей. Что делать, если у новорожденного пару дней запоры? Ребенок должен сходить новорожденной по-большому один раз в сутки. Это менее. Самая большая задержка это не более 36 часов все-таки. И нужно первым делом посмотреть, как ваш ребенок кушает. Вдруг он недокармливается, и поэтому у него может появиться запор. Если ваш ребенок очень много срыгивает, тогда значит тоже получится недокорм. У него может быть просто функциональный запор из-за его эмоционального состояния. Можно поставить глицериновую свечу. Но все-таки, пожалуйста, если ваш человечек не ходил по-большому больше 36 часов, обратитесь к педиатру. Второй вопрос от наших телезрителей. Можно ли новорожденному давать пустышку? Я мама и бабушка. Может быть, скажу неправильно, но я считаю, что можно. А, есть. Да. Что мамы говорят? Не сможем долго бросить. Будут некрасивые зубы. Ну, я могу вам сказать так, наверное, пошутить. Это сейчас прекрасная стоматология. Вам сделают красивые зубы и улыбки. Пустышка – это успокоительный рефлекс. Если мама даст на этот момент ребенку просто постоянно по-любому плачу будет давать грудь, то ребенок может переесть. У него появится срыгивание. Поэтому я не против пустышки. Что делать, если новорожденный перепутал день с ночью? Ну, это, конечно, такой очень интересный вопрос. При всем при том, что новорожденный ребенок спит от 18 до 22 часов в сутки. В первую очередь нужно, чтобы помогли старшие. Это будут бабушки и дедушки. Чтобы выспалась мама. И постараться больше общаться с ребенком в дневное время. Потихонечку подвинуть. Не давать ему спать. Не то, что не давать, а потихоньку сдвигать, общаться, дать с ним больше. Вот я думаю, что так. Наша встреча была полезна не только для наших телезрителей, но и лично для меня, как для мамы. Я узнала много нового. Благодарю вас за нашу беседу. И у вас есть пару секунд, чтобы пожелать нашим детям и их родителям всего самого наилучшего. Что я могу пожелать? Как доктор, как мама, как бабушка. Конечно, вам крепкого здоровья. Я желаю вам любви и больше нежности. Всего вам хорошего. Увидимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok